здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой вопрос внутренний голос в человеке от бога или от дьявола ну важный вопрос потому что действительно вот последние годы десятилетия стала вот таким ну не то чтобы модным но часто повторяемым утверждением когда предстоят какие-то выборы что-то сделать нужно вот ты не понимаешь что слушай себя вот и вообще вот по по жизни как жить задают вопрос слушай себя слушай тот самый свой внутренний голос насколько это правильно насколько вообще нужно и можно слушать этот самый внутренний голос с одной стороны этот голос действительно важно слышать очень важно точнее даже не голоса голоса хотя я сейчас говорю конечно не про те голоса которые с которыми отправляются в сумасшедший дом вот когда и такие ситуации к сожалению бывают когда человек действительно находится в состоянии или психиатрического заболевания или бесовской одержимости когда непрерывно в голове звучат разнообразные голоса к чему-то там такому человека призывающего эту ситуацию мы сейчас рассматривать не будем рассмотрим ситуацию условного психического здоровья хотя конечно мы все как известно нет здоровых людей есть недообследованные но вот обычного среднего человека у которого действительно вот есть какие-то свои желания есть какой-то свой внутренний голос его важно понимать это то что называется на современном языке нерусским словом рефлексия то есть ты должен понять а что ты чувствуешь ты должен понять что ты хочешь собственно с этого наверное не то чтобы начинается но это один из первых этапов так называемый невидимой брани в православной аскетике это понятие утвердившиеся и очень важное собственно оно и является по по большому счету нервом нашей по-настоящему духовной жизни есть соответствующая книга замечательная никодима святогорца который так называется невидимая брань в чем же это невидимая брань собственно состоит как написал федор михайлович достоевский что в в этом мире дьявол борется с богом а поле битвы сердце человека вот это и уже известная очень цитата она на самом деле по большому счету будет говорить будет помогать нам отвечать собственно и на этот вопрос в нашем сердце а именно из сердца как сам господь наш иисус христос сказал что из сердца человека исходят помыслы не в голове они у нас рождаются а именно в сердце я сейчас говорю о сердце не как анатомической мышцы которой кровь перекачивает а как о некоем вот душевном сосредоточии нашей душевной и духовной жизни желающие более подробно с этим ознакомиться читайте например феофана затворника у него достаточно много на эту тему есть размышлений но собственно и у многих других авторов вот такая православная антропология про ум про сердце о том как это понимает собственно православная аскетика антропология много чего написано так вот из сердца человеческого исходит но туда же на самом деле и приходит те самые голоса которые мы говорим подчеркиваю я не говорю про полусумасшедшее состояние когда мы реально ощущаем или слышим какой-то голос явным образом что-то нам говорящий они могут быть от бога это может быть наш ангел-хранитель и они могут быть от дьявола и развлечение духов является одним из важнейших умений в духовной жизни чтобы понять от кого тебе пришел этот помысел в некоторой крайности подчеркиваю это крайность все не как бы не совсем так можно считать что вообще мы из себя очень мало чего порождаем мы собственно являемся неким распределительным пунктом вот если так образом себе представить когда к нам как бы падают посылки из разных мест а мы их или таким может быть не посылки а каким-нибудь знаете сортировочным пунктам после картофеля сборочного комбайна я в свое время работал на таком сортировочном пункте в студенческом отряде когда на большой ленте едет картошка и соответственно твоя задача гнилую картошку камни землю выбирать и выбрасывать хорошую картошку пропускать а дальше дырочки разного диаметра и сначала вываливается мелкая картошка которая идет потом куда-нибудь в посев средняя картошка более крупная картошка вот собственно наша душа она такой сортировочный пункт из себя должна представлять мы должны помыслы приходящие к нам от врага от лукавого от бесов отсекать и здесь борьба с разными помыслами может быть разной некоторые помыслы например хульные и блудные вообще не нужно даже рассматривать представьте себе что по этому транспортеру едет какая-нибудь ну совсем гнилая картошка самого прикосновения которой вы испачкаете вашу руку и даже если она в перчатке то и перчатка промокнет какой-нибудь гнилью у вас есть какая-нибудь палочка или лопатка который вы можете отбросить эту гнилую тухлую какую-нибудь картошку вот или какой-нибудь вдруг там опасный зверь змея в комбайн была собрана и на транспортер попала и ваша задача не прикасаясь к ней максимально быстро и далеко и и отбросить вот с хульными например и блудными помыслами если они к нам приходят в голову их надо отбрасывать с некоторыми помыслами можно не принимая их собеседовать например это может быть помысл обиды это может быть помысл раздражение когда мы можем поговорить с этим помыслом и убедить себя например в том как нам правильно в этой ситуации воспринимать себя по-христиански так как заповедует нам евангелие например можем обидеться на то что кто-то нам что-то не сделал а приняв немножечко не принимая подчеркивает помысл рассматривая его сказать а с чего ты взял что тебе кто-то что-то должен если это конечно не по договору было прописано а как господь заповедовал нам поступать с нашими обидчиками и вспомним откроем евангелие прочитаем где будет написано что прощайте и остави нам долги наши якажи мы оставляем должником нашим вспомним этому этот фрагмент молитва чунаш прочитаем его и помысл уляжется вот любой помысл надо таким образом собственно рассматривать есть очень важный признак того от кого приходит тот или иной помысл если это не вот в явном виде как я уже сказал хульный блудный какой-нибудь обидный раздражительный какое состояние испытывает какое какое состояние приходит наша душа от получаемых приходящих мыслей и чувств мы можем даже интерпретировать даже как наш внутренний голос как это задается автором вопроса если мы приходим в состоянии умиротворенности спокойствия любви радости можно с уверенностью сказать что помысл этот скорее всего от бога если же мы начинаем бояться нас посещает раздражение нас посещает гнев или страх то скорее всего этот помысл пришел к нам от лукавого и в любом случае когда мы увидели заметили приходящие нам помыслом нам необходимо сотворить молитву апостол павел сказал конечно непрестанно молитесь но мало кто из нас в реальной жизни все-таки молится непрестанно но один из лучших способов научиться частой молитве один из лучших способов для мирянина научиться молитве иисусовой это взаимодействовать через молитву со своими помыслами приходит вам приближается еще не пришел но вы заметили опыт кстати говоря опыт духовные в этой самой невидимой брани он приводит к тому не прям какой-то сумасшедший монашеский тысячелетний опыта вот даже небольшой опыт в борьбе и взаимодействие с помыслами приводит тому что мы начинаем замечать эти помыслы еще на стадии их приближения никогда они уже нас завоевали и мы находимся в страсти или в пороке когда они только приближаются к нам и уже на этом этапе можем начать читать молитву господи иисусе христе саня божий помилуй меня грешного раз два три пять десять раз прочитали немножечко успокоились умиротворились поместили бога в свое сердце в эту ситуацию и начинаете пытаться понять что это за помысл откуда он к чему он ведет к чему он призывает и как с ним собственно быть и господь я верю в это да и вся отеческая традиция нам это подтверждает он по обращении к нему в молитве он будет вразумлять нас наставлять и помогать отличать помыслы приходящие к нам от лукавого от помыслов приходящих к нам от бога и анализировать те помыслы которые порождаем порождается собственно сама наша душа в чем разобраться и победить и выбрать помоги нам господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и